Как и анонсировали, я с приветом. Правда, обычный я привет передаю от всего авторского цеха зрителям. Сегодня по фестивальной сложившейся традиции хочется передать привет авторскому цеху, который остался в Киеве от всех нас. Знаете, начал понимать, почему большинство великих философов все-таки из Греции. Вот все здесь как-то располагает к тому, чтобы размышлять о серьезных вещах. Шум моря, ветерок, дешевое вино. Знаете, размышлял в этот раз на такую тему по поводу референдума, который недавно прошел в Нидерландах. Ну, там, где они высказались против интеграции или ассоциации Украины и ЕС. Я так и не понял, о чем был этот референдум. Но вот как-то я и до этого голландцев, скажем так, поддерживал не во всех их увлечениях. Вот, да, а тут еще этот референдум. Вот, ну вот отсюда, как бы со стороны, на все это посмотрел и подумал, отчего нам на них обижаться. У голландцев, кроме нас, куча своих забот. Да, кому-то нужно полить тюльпаны, кому-то, я не знаю, там, прополоть марихуану. Кому-то срочно нужно жениться на однокласснике. У них куча своих дел. Это нам по телевизору внушают, что вот вся Европа только тем и занята, что внимательно следить за событиями в Украине. Я не думаю, что где-то в норвежской какой-нибудь далекой деревне можно услышать что-то вроде... Бретта, хватит кормить своего младенца, иди к телевизору, посмотри, какую корову Ляшко привел к Верховной Раде. Я не думаю, что норвежцы интересуются нами больше, чем, к примеру, мы интересуемся норвежцами. Ну вот кто-то знает, кто сейчас президент Норвегии? Кто там премьер-министр? Кто у них Юля? Кто-то знает хотя бы столицу Норвегии? Вот, хорошо, отлично. Я специально спросил, чтобы там зрители в Украине видели, что и образованные люди могут себе позволить отдыхать в Греции. Я думаю, что знание большинства европейцев об Украине где-то на уровне... А, Украина, да, я слышал, это там, где бахнул Чернобыль, и вот женщина еще со звездой пела «Цыгель-Цыгель». Причем из-за отсутствия информации они считают, что второе событие – это прямое следствие первого. Разве что знают еще Виталия Кличко, да, его знали как чемпиона по боксу, теперь знают, что его выбрали мэром украинской столицы. То есть для европейцев вполне логично думать, что Кличко в Украине не только самый сильный, но и один из самых сообразительных. Соответственно, мы понимаем, да, какого мнения они об остальном населении нашей страны. Ну, нет у них информации о нас, единственное, вот кто-то скажет, что да, все знают, что в Украине самые красивые женщины. Я в курсе, я не против, я полностью это все поддерживаю. Просто, ну, зачем об этом кричать на всю Европу? Ну, красивые и красивые, да. Это вот просто дело в том, что красивые женщины – это как раз тот продукт, который меньше всего хотелось бы экспортировать. Надо быть как-то хитрее. Ну, вот, к примеру, англичане, они же постоянно ноют, у нас такая отразительная погода, у нас сырость, у нас слякоть, не надо к нам ехать. При этом Черчилль дожил до 90, да? Елизавета, дай бог здоровья, тоже недавно отпраздновала 90 лет. Такое ощущение, что они вот этот туман специально напустили, чтобы через Ла-Манш не было видно, как у них там тепло и солнечно. Мы, кстати, с вами тоже привыкли думать о европейцах какими-то стереотипами. Там взять тех же французов при всем уважении к их культуре, к их искусству. Я вот не понимаю, как мне относиться к людям, которые, ну, скажем так, едят странные вещи, да? Вот лягушек, улиток, каштаны. Ну, то есть, ну, реально, как малые дети, все, что на земле валяется, вот. У меня даже есть ощущение, что вот это европейское правило, что за собакой надо сразу все убирать в пакет, это просто для того, чтобы какой-нибудь француз не подбежал и не схватил. Но, помимо стереотипов, у каждого же народа есть и другие стороны. К примеру, принято считать, что немцы, они такие педанты, у них все четко, там, подъем, завтрак, работа, обед, там, съемки в порнофильмах, ну. А я вот считаю, что у них очень хорошая фантазия и очень богатое воображение. Ну, вот взять немецких женщин, да? Вот, чтобы с таким жить, это ж нужно каждую ночь себе кого-то воображать. Мне, кстати, кажется, что немецкие женщины – это такая логичная компенсация за немецкие дороги. Вот, как бы природа так сказала, мужики без обид, но давайте, ну, не может быть везде одинаково хорошо, да? Давайте что-то выберем. Немцы говорят, ну, давайте, конечно, дороги нам надо, много дорог, очень много дорог нам надо. И женщинам дайте таких, чтобы покрепче, чтобы тоже могли строить дороги. Кстати, то, что у нас плохие дороги, виноваты, как раз, немцы. Вот они в войну, когда пленных заставляли там у себя строить всякие автострады, автомагистрали наших, вот. Время уже прошло, вот где-то на уровне генетической памяти мы все равно продолжаем строить дороги, как будто для врагов. Я вообще считаю, что мы пока рано нам как-то обсуждать такие страны, как Германию или Францию. Можно пока приглядываться к тем, кто попроще, взять ту же Болгарию. Тоже были когда-то такое не то, не сё, сейчас постепенно у них там все начало получаться. Я вот заметил такую закономерность, не знаю, может быть, это случайно, но в Болгарии все пошло вверх, вот сразу после того, как оттуда уехал Киркоров. Нет, можно смеяться, но история доказывает, что реально один человек вполне может тормозить развитие целого государства. Чего далеко ходить, взять того же Януковича. Да, вот убежал человек из страны, и все же прекрасно понимают, что наш Киркоров пока не уехал. Кто мне больше всех нравится в Европе, так это греки. И нравятся они мне своим вот этим необъятным, непобедимым пофигизмом. Это просто... Алло, кто это? Фрау Меркель. Что вы говорите, да? У нас страшный кризис, ай-яй-яй-яй-яй. Мы должны всем страшные деньги, ой, какой кошмар. Знаете, давайте поговорим об этом с вами после сиесты. Я просто, если днем часика четыре не посплю, у меня голова вообще не соображает. И причем греки были пофигистами во все времена. Взять хотя бы даже вот их древнюю религию, да? Чтобы вы знали, высота горы Олимп, она всего где-то 2900 метров. То есть это чуть повыше, чем Гаверла. Так вот, за всю историю Древней Греции, это где-то за две с лишним тысячи лет, ни один грек не удосужился подняться и проверить, живет там Зевс или нет. Да потому что пофиг. Ющенко, когда президентом стал, чуть ли не в первый день полез на Гаверлу, чтобы убедиться, что кроме него тут Бога нет. Мне кажется, что для того, чтобы найти свое место в Евросоюзе, нам не хватает как раз вот этой такой безобидной греческой лени. Знаете, вот совсем чуть-чуть. Ну вот едешь ты по Киеву на машине, да, докурил сигарету, думаешь, дай-ка я выброшу в окно, а потом думаешь, вот сейчас вот это опускать стекло, да, потом поднимать. Положу-ка я ее лучше в пепельницу, да? Ну, или там получил кредит МВФ, и, например, думаешь, надо же где-то что-то вот раз вывезти, перевезти, да, отмыть, а потом думаешь, да ладно, отвезу весь. Ну, в общем, какая-то схема у меня в голове вырисовывается. Мне кажется, мы можем занять достойное место в Европе, просто мне нужно еще немного времени, поэтому план такой. Значит, вы сейчас возвращаетесь в Украину, продолжаете интеграцию, параллельно вычисляете, кто у нас Киркоров. А я остаюсь и хорошенько еще подумаю. Вот, ну, может кто-то скажет, что долго я уже на сцене, я просто очень люблю выступать на фестивалях весело. Дело в том, что я всегда, уже 10-й фестиваль, приезжаю сюда с семьей, с женой, с дочерьми. Мы везде ходим, везде вместе отрываемся по полной. Вот, да. И сцены – это реально единственное место, где я могу побыть один. Так что спасибо фестивале, и спасибо вам огромное за то, что дали мне эти несколько минут. Спасибо. Добрый вечер. По традиции, привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Вот видите, опять врет. Тамбовский волк. Спасибо, Сань. Добрый вечер. Так получилось, что не успели мы поздравить женщин с 8 марта. Поэтому я хочу поздравить женщин с еще одним наступающим чисто женским праздником – с Днем космонавтики. Дело в том, что лично у меня вот эти подозрения о том, что женщины напрямую связаны с космосом, они поселились в голове очень давно. Более того, я почти уверен, что женщины прилетели на Землю с другой планеты. Об этом сегодня буду говорить. Итак, я просто уверен, что женщины прилетели на Землю с другой планеты. Вот посудите сами, нам, мужчинам, здесь комфортно, нам хорошо, нас все устраивает. А им вот как-то все не так. Вот животные наши плохо пахнут, на растениях у них аллергия, зимой холодно, летом жарко, в поле ветер, в лесу комары. Вот как-то все не так. Знаете, вот даже гравитация наша для них слишком высокая. Вот что бы женщина на Земле не делала, даже если она вообще ничего не делает, ей, знаете, как-то тяжело. Да и вообще, если честно, не могло на нашей суровой планете выжить существо, которое тратит три часа только на то, чтобы выбраться из жилища. Поэтому я уверен, что женщины на Землю прилетели. Скорее всего, это было еще, когда жили динозавры. Вот этот метеорит, который упал, это на самом деле был не метеорит, это просто мы так паркуемся. Женщины прилетели, вскоре динозавры вымерли. Другого выхода у них не было. И женщины начали терпеливо ждать, когда появимся мы. Я попал в эту точку. Человек это тоже в себе носил, наверное, долгое время. Так вот, как только первый человек нашел себе первую пещеру, как только он зашел внутрь, женщина уже была внутри, и сразу с вопросом, ты что так долго? Они не местные, это точно. И природа дает нам подсказки. Вот посудите, почему каждый мужчина ждет сына? Все очень просто, потому что на этой планете, в принципе, никто другой рождаться не должен. Детей нам подменяют. Вот, мужчины, поднимите руку те, кто лично присутствовал на родах. Вот в первом седой мужчина поднял руку, да. А теперь оставьте только те, кто при этом не потерял сознание. Вот у вас теоретически могут быть мальчики, остальным всем подменяют. Вот кто-то тешит себя, мол, мы, мужчины, такой эксклюзив, нас 49%, их 51%, да. Ребята, рано радуемся. Что такое 51%? Это контрольный пакет акций. Мы на этой планете уже давно ничего не решаем. Для тех, кто еще сомневается в моей теории, вот сейчас внимание на экран, стандартные изображения инопланетян, которые мы знаем по фильмам, по старым древним гравюрам, то есть что-то вот такое без бровей, без ресниц, да, без губ. Ничего не напоминает? Тогда вот сегодня ночью подкрадитесь к своей жене и хорошенько ее умойте. Вас ждет сюрприз. Еще больший сюрприз вас будет ждать сейчас. Вот обратите внимание, стандартные изображения инопланетян. Вот, пожалуйста, схема, да. А сейчас внимание. Вот оно, истинное лицо пришельцев. И вот заметьте, когда мы с мужчиной разговариваем, мы смотрим собеседнику в лицо, да. И когда мы говорим с ними, мы подсознательно смотрим им в настоящее лицо. Можно убирать, отвлекается. Так вот, тело, которое мы видим, это на самом деле не тело, это такой, ну, красивый скафандр, да. Такой, ну, кому-то он как раз, кому-то немножко великоват, там где-то висит чуть-чуть, да. Кто-то так торопился высадиться, что в попыхах надел скафандр наизнанку, красотой вовнутрь. Так вот, пластические хирурги, на самом деле, это просто портные. Они немножко подгоняют скафандр под клиента. Ну, кто-то обращается к ним, те, кто порукодельнее, там, взять Машу Распутильну. Ну, видно, что человек сам шил, да. Вот опять назвал человеком, да. А все потому, что они контролируют наше сознание. Сразу после свадьбы женщина забирается к вам в мозг и откладывает туда две личинки. Одну о том, что ты нашел свою единственную, а вторую, что ты такой больше нахрен никому не нужен. Вот эти две личинки, они растут и постепенно превращают нас из смелого, быстрого самца, из охотника, который мог часами, сутками колесить по городу в поисках пищи, в поисках приключений, превращает нас в беспомощное существо, которое не способно на сорока квадратных метрах найти второй носок. Единственное, что возвращает нас обратно, это алкоголь. Мы снова становимся веселыми, общительными, безумно неотразимыми. Нас снова тянет лазать по деревьям, бросаться камнями, в общем, жить по полной. Но стоит нам вернуться домой, стоит нам уснуть, как нам стирают всю память и внушают, что больше так делать нельзя. Ну иначе как получается, что ты про вчера вообще ничего не помнишь, но тебе за это ужасно стыдно. За что? Никому еще не удавалось выйти из-под их контроля. Кто-то скажет, вот неправда, я вот в 50 лет ушел от жены, взял 20-летнюю. Да, лысый? Не спеши радоваться. Просто твоей старой хозяйке выдали новый скафандр. И то, что ничего не поменялось, ты узнаешь уже в течение двух лет буквально. Только вот... Только есть один нюанс. Вот в этом новом скафандре, чтобы его не попортить, она теперь вообще ничего делать не будет. А еще у нее каждый вечер будет болеть голова, потому что скафандр на два размера меньше немножко шлем поджимает. Вы знаете, мы для них как низшая раса, вот как индейцы для Колумба, да? Вот такие темные туземцы, которые готовы свое золото обменивать на какие-то дешевые бусики, на стекляшки. Ну только мы меняем свое золото не на стекляшки, а на секс. А вот кто-то вообще знает, сколько стоит этот самый секс? Ну там, во вселенной. Какой у него курс к золоту, к шубам? Вот вообще я не удивлюсь, лысый, если то, что она выменяла у тебя на один секс, она не пойдет и у кого-то не поменяет на 10 сексов. Ну, не удивлюсь. И вообще это еще хорошо, если вам этот секс удалось получить. Не всем так везет. Я уверен, в зале есть такие индейцы, которые золото отдали. А Колумбов говорит, ой, спасибо, только мне сейчас надо в Испанию. А бусики придут следующим кораблем. В общем, мужики, нам надо собраться. Мы хозяева земли, только мы. Мы как-то жили раньше без женщин. Возможно, даже как-то размножались. Я не знаю, может, на рыбалке, может, на футболе, в гаражах. В общем, где-то там, куда природа тянет нас с непреодолимой силой. Вот знаете, эта вера в то, что мы способны размножаться без женщин, она до сих пор не покидает некоторых мужчин. Они пробуют, экспериментируют, пытаются. И хотя официально у них вроде бы ничего не получается, мы-то с вами знаем, что их с каждым годом все больше и больше. Вот хотите мне верьте, хотите нет, но есть элементарный способ проверить мою теорию о том, что женщины из космоса. Вот попробуйте 12 апреля, в день космонавтики, подарить своей букет цветов, ну и, например, колечко с бриллиантом. Если возьмет, если не откажется, они 100% из космоса. Вообще, знаете, такая какая-то странная мысль. На день космонавтики дарить жене кольцо с бриллиантом такое ощущение, что мне ее кто-то внушил. Ну да ладно. Возможно, вся эта моя теория, она еще не доделана до конца, она сыровата. Я лично не удивлюсь, потому что, ну, если честно, в своей жизни я мало что смог доделать до конца. И как... По-моему, действия алкоголя заканчиваются, и личинка начинает просыпаться. Так, дорогие мои, мне пора. Мужчины, кто готов бороться, кто готов сражаться, встречаемся в буфете. А вас, дорогие женщины, с наступающим профессиональным праздником с Днем космонавтики. Спасибо большое. Тамбовский вольт! Тамбовский вольт! Ваши аплодисменты, Валерию! Тамбовский вольт!